Провал или успех? Какой результат саммита НАТО для Украины? Сможет ли наша страна вступить в альянс, не освободив все свои территории? Есть ли у России еще какие-то инструменты влияния на Запад, из-за которых Украину не примут в НАТО? Об этом поговорим с политологом Владимиром Фисенко. В Вильнюсе закончился саммит НАТО. Есть разные оценки, совершенно противоречивые, от большого успеха для Украины до чуть ли не провала. Давайте попробуем шаг за шагом разобраться с тем, что произошло в Вильнюсе и какие можно дать этому оценки. И в первую очередь начнем с коммунике, которое было объявлено еще 11 июля. И по большому счету Украине предложили программу из трех пунктов. Это долгосрочная программа поддержки для интеграции Украины в НАТО, это создание Совета Украина-НАТО и отказ от ПДЧ для Украины. Насколько эти пункты, эта программа адекватна, той ситуации, в которой сейчас находится Украина, насколько это удача или провал для Украины? Сразу оговорюсь, потому что очень много мифов, каких-то ложных стереотипов, что якобы Украина хотела, чтобы нас приняли в НАТО уже сейчас. Об этом речь вообще не шла. Это вообще не рассматривалось. Позиция украинского руководства заключалась в следующем. Предлагался следующий вариант, достаточно компромиссный. Приглашение в НАТО, но с открытой датой. Что означает открытая дата? То есть приглашают наш сейчас, а практическое вступление в НАТО было бы уже после войны. А никто не может сказать, когда именно война закончится. Поэтому вот это отложенное вступление, на это НАТО сейчас не готово. Вот знаете, в чем парадокс нынешней ситуации? И он проявился в Вильнюсе. С одной стороны, отношения между НАТО и Украиной, евроатлантическая интеграция Украины, получили очень большой стимул и большую динамику в результате нынешней большой войны между Россией и Украиной. Наше движение к НАТО ускорилось. Вот просто для сравнения, про ПДЧ, план действий по членству НАТО. Еще два года назад, я уже не говорю про 2008 год, когда и нам, и Грузия отказали в ПДЧ, но два года назад, в 2021 году, Зеленский активно предлагал НАТО, чтобы нам дали ПДЧ, план действий по членству НАТО. Это было, в том числе, связано с усиливавшейся агрессией России. Нам ответы не дали. А сейчас это уже не актуально. Это уже уходит в прошлое. Мы этот этап фактически преодолели, преодолели в ходе самой войны. И украинская дипломатия активно настаивала, чтобы нам, скажем так, не навязывали вот этот ПДЧ для выполнения, что для нас это уже не актуально. НАТО согласилась с этим. Это можно считать относительным успехом для нас. А вот для НАТО в чем проблема? НАТО, конечно, оказалось не готово для решительных действий. Для того, чтобы открыто, жестко сказать и нам, чтобы мотивировать нас, что готовы нас видеть в составе НАТО, но это произойдет чуть позже. И это был бы сигнал России. Сигнал о том, что Украина неизбежна будет в составе НАТО. Это был бы сигнал сдерживания России. Пока НАТО к этому не готово, к сожалению. Вот поэтому для НАТО, именно для НАТО, этот саммит не стал успехом. Да, необходимо будет выполнить ряд реформ. Ну, например, вот зависла реформа СБУ у нас, Службы безопасности Украины. Ну и вообще сектора национальной безопасности. Да, здесь надо найти, будут необходимые компромиссы. Потребуется ряд институциональных реформ, демократических. Но они будут выполняться, в том числе, в рамках европейской интеграции Украины. Поэтому это тоже неизбежно. В конце концов, это для нас. Это не для НАТО и не для Евросоюза. Это для нас. Для того, чтобы у нас было верховенство права, эффективная и некоррумпированная судебная система, чтобы наша государственная машина работала более эффективно. Так что это наш интерес. Но на это понадобится, конечно, какое-то время. Вот один из важных результатов, позитивных результатов встречи в Вильнюсе для Украины заключается в том, что там было заявлено о гарантиях безопасности для Украины. О каких гарантиях безопасности идет речь? Это продолжение военной поддержки, поддержки оружием, боеприпасами. Это содействие, важный момент, об этом было коротко сказано в заявлении, но тем не менее, это содействие развитию оборонной промышленности Украины. Кстати, практически действия уже предпринимаются. Уже есть договоренности с концерном Rain Metal, которые Леопарды производят. Есть договоренности с рядом стран Восточной Европы, от Чехии до Турции. И я думаю, что число таких совместных проектов будет развиваться. Потому что нам необходимо оружие для того, чтобы сдерживать возможную новую российскую агрессию уже на перспективу. Ну и важный момент, это санкции против страны-агрессора. В частности, вот в этом заявлении было заявлено, что, ну, вернее, было зафиксировано, что российские активы будут заблокированы на Западе до момента компенсации того ущерба, который Россия нанесла Украине. О чем это говорит? О том, что это не Будапештский меморандум. Это доскачно конкретная политическая позиция, конкретизированы формы поддержки Украины на перспективу. Абстрактности здесь нет. И также заявлено, что на основе вот этой политической позиции будут готовиться и потом подписываться двусторонние договора с теми же самыми странами Большой Семерки. Договора о гарантии безопасности для Украины. В этом плане я считаю, что саммит для нас был, ну, скажем так, достаточно позитивным. Не все ожидания и не все задачи, не все ожидания оправдались, не все задачи были реализованы в полном объеме. Но, в принципе, результаты для нас достаточно удовлетворительные. И то, что мы получили, это плацдарм, политический плацдарм для нашего дальнейшего движения по пути европатлантической интеграции. То, что в итоговом коммунике не было сказано, что Украина вступит в НАТО после окончания войны. Некоторые обозреватели говорят, что это даже позитивный момент, что этой строчки нет в коммунике, потому что формально Россия может не идти, даже после окончания боевых действий, не подписывать мирный договор, а значит формально война не прекратилась. И таким образом Украину могли бы не принимать в НАТО на таких условиях. На ваш взгляд, насколько такое утверждение имеет место быть? Вы, собственно, уже частично дали ответ на этот вопрос. Главный аргумент, что если записать, что Украина станет членом НАТО после окончания войны, то тогда Россия может искусственно затягивать войну. И, скажем так, не финализировать завершение военных действий в виде какого-то соглашения. А это будет аргументом для некоторых скептиков в составе НАТО, для некоторых стран говорить. Но вы видите, война не завершена, поэтому мы не можем принимать Украину. И такая ситуация действительно могла быть, я бы сказал, такой политической технологией России блокировать наше дальнейшее движение в НАТО. Поэтому этот пункт не зафиксировали в такой форме, ну, чтобы не давать России, скажем так, ненужный сигнал. В России тоже ситуация сейчас такая сложная, хрупкая. И даже многие российские, прокремлевские эксперты говорят, что не стоит слишком затягивать войну, потому что война негативно влияет на внутриполитическую ситуацию в России. Так что для России это, что называется, палка двух концов. Можно, конечно, пытаться через затягивание войны блокировать вступление Украины в НАТО, но в итоге создавать проблемы для самих себя. Теперь целый ряд натовских экспертов, ну, не только натовских, я бы сказал, экспертов из стран НАТО, а также политиков, в том числе действующих политиков, военных экспертов, как правило, это бывшие генералы стран НАТО, и США, и европейские генералы. Очень многие говорят о том, что Украина после завершения военных действий должна получить членство в НАТО, даже в том случае, если, например, не все оккупированные территории к этому моменту будут освобождены. Сценарий будет такой. Пятая статья НАТО о коллективной обороне будет действовать на ту территорию Украины, которая контролируется украинским правительством. То есть она не будет распространяться на временно оккупированной территории. То есть главный смысл в том, что это будет препятствовать новой войне России против Украины, чтобы Россия не напала вновь на Украину. А вопрос деоккупации, например, Крыма или части Донбасса, он может решаться либо политико-дипломатическим путем, либо если возникнут благоприятные обстоятельства политические обстоятельства. Например, в России кризис возникнет, и это даст возможность Украине решить проблему возвращения этих территорий. Это как вариант. Пока наша цель добиваться возвращения всех оккупированных территорий военным путем. Но Украина к этому идет, к тому, чтобы выйти на границу с 1991 года. Понятно, что пока никто не может сказать, как быстро это случится. Возможно, для этого понадобится не одно наступление. Но, тем не менее, это наша цель – освобождение всех оккупированных территорий. И что очень важно, вот тоже отмечу, в Вильнюсе президент Зеленский подчеркнул. Во-первых, гарантия безопасности для Украины – это не альтернатива нашему членству в НАТО. Это переходной период. Это гарантия на период до членства в НАТО. Мы не рассматриваем это как замену нашего членства в НАТО. Второй важный момент. И вот это было очень важно. Украина об этом заявила. Тема членства Украины в НАТО не является предметом торгов с Россией. То есть Украина не собирается торговаться с Россией, например, чтобы мы отказались от членства в НАТО в обмен на мир. Такой вариант был полтора года назад, в марте прошлого года. Но тогда ситуация была для нас критическая. Враг стоял у Киева, у стен столицы Украины. И ситуация была очень рискованная. Поэтому такой вариант тогда обсуждался. И НАТО тогда, к сожалению, проявило себя очень слабо. А сейчас ситуация совсем другая. Поэтому для нас не может быть предметом торгов с Россией статус оккупированных территорий. Мы стремимся к их освобождению. И перспективы членства Украины в НАТО. Здесь мы торговаться с Россией не намерены. Вот это очень важное обстоятельство на будущее. А на ваш взгляд, есть ли у России еще какие-то инструменты для того, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО? Ну, на самом деле, набор этих инструментов все меньше и меньше. Он ограничен. И, как мы увидели, например, такой сильный, казалось бы, инструмент, как война. И что получилось в итоге? Этот инструмент не сработал. И сейчас ситуация выглядит прямо противоположным образом. Путин не хотел расширения НАТО на восток. А что получилось? Финляндия уже член НАТО. Швеция завершает свое вступление. И Украина стала ближе к НАТО. Не дальше от НАТО, как хотел Путин. А наоборот, ближе. Наше движение в сторону НАТО только ускорилось. И оно стало институционально более основательным. Вот мы видим прямо противоположную ситуацию. Поэтому какие еще аргументы? Ядерной войной грозит Медведев. Так сам же Медведев, бывший президент России, в своей статье в российской газете написал, что ядерная война между Россией и Западом закончится взаимным уничтожением. И в России пока еще, я надеюсь, не все сошли с ума. И судя по тому, как мы видим действия Кремля, Кремль боится не только на Западе, не только в НАТО опасаются прямого военного конфликта с Россией. Ну и из-за ядерной войны. Кремль тоже этого боится. Кремль тоже хочет этого избежать. И как пример, уже после Прикожинского мятежа, как стало сейчас известно, был, например, разговор главы службы внешней разведки России Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом. И там о чем шла речь? Нарышкин говорит, что Украину обсуждали. На самом деле, американцы четко заявили, их интересовала главная тема – подконтрольность ядерного оружия в России. И главный месседж, который сейчас посылают в Москву, как из Вашингтона, а также из Пекина – недопустимость использования ядерного оружия. Это недопустимость. Возвращаясь к итоговому коммунике НАТО, и, пожалуй, самая такая контронверсийная часть этого коммунике, где сказано, что Украина получит приглашение в НАТО после того, как с этим согласятся все страны-участники, и Украина выполнит некие требования, некие стандарты. И эта формулировка настолько размыта, что возникают некие сомнения, что она могла там появиться специально для того, чтобы была уж слишком такая широкая рамка для переговоров или там для давления на Украину. Или это все-таки формальность, и вот эти детали уже будут прописаны позже на другом уровне? Смотрите, ну сейчас не время для прописывания деталей. Я уже об этом сказал, еще раз подчеркну. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться только после завершения войны. Это все прекрасно понимают. И еще одно важное уточнение – в зависимости от ее результата. Чем более весомой, чем более очевидной будет наша победа, ну, например, выход на границу 1991 года, тем быстрее Украина станет членом НАТО. И тогда вот все эти формулировки будут иметь второстепенное значение. Именно факт нашей победы будет решающим аргументом. Потому что не только, вот скажем так, НАТО нам нужно для чего? Не на сейчас, а на перспективу, как гарантии безопасности, чтобы не было новой войны. По большому счету нам НАТО нужно только из-за пятой статьи. Коллективная оборона. Это как такой предохранитель. Пока, как говорят западные эксперты, и мы это уже видим тоже, Россия не нападает на страны НАТО. Боится, не нападает. Вот это главное, что нам нужно от НАТО. Но что нужно будет НАТО от Украины? Прежде всего, украинская армия, которая сейчас одна из сильнейших в мире, она укрепит мощнейшим образом, укрепит восточный фланг НАТО. Это тоже будет аргумент по сдерживанию России, какой бы Россия ни была после завершения войны. Вот в чем главный смысл. Вот эта размытая формулировка, да, ее критикуют, правильно критикуют. Она должна была быть более конкретной. Но на сегодня, с одной стороны, она отражает реальную ситуацию. Консенсуса нет, да. Действительно нет консенсуса. И поэтому в НАТО вынуждены с этим считаться. Ну, простой пример приведу. Вот Швеция. Швецию пригласили в НАТО вместе с Финляндией. Финляндия тоже не моментально. Понадобился почти год, около 10 месяцев для того, чтобы финализировать процедуру вступления и стать членом НАТО. А Швеция вот уже больше года прошло после приглашения. До сих пор, пока уже формально, политически уже вроде бы сдали согласие, но пока еще как бы юридически это не оформлено через завершение парламентов. Но Турция и Венгрия заблокировали. Заблокировали на год. У нас эта проблема тоже будет. Мы знаем страну, которая будет блокировать наше вступление, даже когда будет приглашение. Это Венгрия. Проблему придется решать. Это тоже будет очень непросто. Это просто как объяснение. Второе. Вот как бы среди тех стран, которые на данный момент не готовы дать согласие на приглашение Украины в НАТО, есть такие две влиятельные страны. Но одна самая влиятельная в НАТО. Это США и Германия. Заметьте, уже нет Франции. Раньше Франция с Германией, даже ПДЧ блокировали для Украины, в частности в 2008 году. Сейчас уже Франция поддерживает. Поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО. Вот это очень показательно. Тоже свидетельство прогресса, как многое изменилось. Но на что обращу внимание. И США, и Германия не против вступления Украины в НАТО. Они поддерживают, в том числе публично, вот и Байден после встречи с Зеленским, он сказал, он будет рад приветствовать НАТО. Он там пошутил, на мой взгляд, не очень удачно, про час-двадцать минут, что там быстро вступит Украина. Ну, к сожалению, в НАТО бюрократия тоже присутствует, и не так быстро все происходит, как мы увидели на примере тоже Финляндии и, к сожалению, Швеции. Но, тем не менее, они не против. У них тактические возражения. Они не хотят, опасаются, чтобы, скажем так, сейчас решался этот вопрос. Почему опасаются? Они боятся, что, если, допустим, НАТО сейчас пошлет приглашение Украине, то это может затянуть войну и обострить войну. Вот они считают, что Россия тогда, ну, только усилит желание воевать против Украины. Вот их аргументация. Не все с этим согласны, но они придерживаются такой аргументации на данный момент. В этом нет ничего критичного, это решаемый вопрос. Что касается торгов с Россией по поводу членства Украины в НАТО. Ну, тема тоже обсуждается, слухи об этом есть, но я в это мало верю. Ну, во-первых, украинская сторона публично сказала, для нас торг не, как говорил классик еще старых времен, торг здесь неуместен. Вот Зеленский тоже на этом акцентировал внимание, что мы не будем торговаться территорией в обмен на статус. Но я обращу внимание на другое. Слушайте, ну, представим себе, ведь речь идет не об обмене членства Украины в НАТО на мир. Не та ситуация. Нет, в обмен на возвращение оккупированных территорий. Некоторые западные эксперты, на мой взгляд, наивно, утопически полагают, что если предложить России такой сценарий, вот давайте завершим войну на таких условиях, Украина откажется от членства в НАТО, а вы возвращаете оккупированные территории. Я сильно сомневаюсь, что Россия на это согласится. Очень сильно сомневаюсь. Ну, если, допустим, там по Запорожской области и то частично, я еще допускаю, но они не откажутся добровольно, не откажутся от сухопутного коридора в Крым, от контроля над побережьем Азовского моря и уж точно не будут торговаться Крымом. Поэтому я в этот сценарий мало верю. Во-вторых, я могу вам сказать, что даже во времена до нынешней большой войны позиция НАТО, и я вот об этом упоминал, заключалась в следующем. Не давать России никаких публичных согласий на то, что Украина не будет членом НАТО. Об этом Байден сказал, что он же не отказал Путину. Ну и вот я упоминал российский ультиматум, который был в декабре 2021 года. Россия же требовала, чтобы публично заявили, что Украина не будет в НАТО. НАТО не согласилась на это. Потому что согласиться на это для НАТО означает признать поражение. Тогда это правило, знаете, не только для большой политики, но даже для дворовых хулиганов. Если хулиган перед собой видит слабого человека, он будет идти дальше. Он только будет усилить свою агрессию. Если пойти на уступки России, например, по теме членства Украины в НАТО, Россия пойдет дальше. Россия будет требовать новых уступок от НАТО. Поэтому НАТО не может идти на уступки России. Так что я в данном случае не вижу готовности к торгам. Потому что эта модель, на мой взгляд, утопична. И те эксперты, которые говорят о такой возможности, мягко говоря, ну скажем так, девальвируют свой экспертный статус. Они просто рассуждают наивно и утопически. Но что есть? Есть стремление оставить поле для маневра. В том числе, я скажу, может быть, даже циническую вещь. Американцы, они же видят, что Украина за время войны стала более субъектной, более решительной. Наша политика стала, внешняя политика стала более наступательной. Вот обратите внимание, Владимир Зеленский первый украинский президент, который не боится критиковать наших западных партнеров. Да, тут тоже нужно как бы соблюдать гибкость и определенные рамки приличия. Но он называет вещи своими именами. В 21-м году, например, он раскритиковал и Байдена, и Меркель за ситуацию с северными потоками. И война подтвердила правильность этой критики. Это была ошибка. Сейчас это признают даже в Германии. Ну и вот ситуация с оружием тоже неоднократно проявлялась, когда Зеленский критиковал наших партнеров за то, что они и поздно, и недостаточно дают нам оружие. Да, тут тоже надо быть, ну скажем так, аккуратными, потому что, как правильно сказал британский мистер обороны, Уоллес, что Запад это не Амазон. У них нет какого-то, знаете, беспредельного запаса оружия, которые не могут давать Украине. Так что тут тоже есть, к сожалению, свои нюансы и проблемы. Но тем не менее, мы же видим, что есть запаздывание. И по системам ПВО, и по боевым самолетам, по танкам было запаздывание. Поэтому наша критика часто обоснована. Но наши партнеры западные хотят иметь инструмент влияния на Украину. И вот вопросы о требованиях, о реформах, это тоже инструмент влияния. Они уже в послевоенный период. Но в любом случае, это предмет согласования. На протяжении Вильямского саммита и уже после, Россия интенсивно обстреливала Украину дронами, ракетами. И многие считают, что это как бы такой привет НАТО от Москвы. На ваш взгляд, каких целей такими обстрелами Россия добивается? Если это действительно некий политический жест. И почему она еще к нему прибегает? Ведь он не приносит никаких видимых результатов. Ну, вопрос, было ли это специально. Ну вот, последняя ночь. Все, кто был в Киеве, слышали, что происходило в начале ночи. Невозможно было это не услышать. Была атака именно на Киев. Да, скорее всего, да, это было связано с саммитом НАТО. Атаки-то были и раньше. Мы уже к этому привыкли. Ну, насколько к этому можно, конечно, привыкать. Люди по-разному реагируют. Но, тем не менее, это ведь не первая. И, думаю, далеко не последняя атака на Киев. Шахедами и ракетами Киев атаковали. Мы видели, что, например, вот в мае тактику изменили. Не было массированных обстрелов. Но зато чуть ли не каждый день или через день были атаки на Киев. Или зимой там были массированные атаки. Поэтому сказать, что что-то новое происходит, нельзя. Но, мне кажется, вот то, что произошло, в том числе и сразу в ночь после завершения саммита в Вильнюсе, это скорее, знаете, не способ воздействия, а скорее проявление злобы, бессильной злобы. Вот они не могут повлиять на движение Украины в НАТО. Не могут добиться победы в войне. И вот хотя бы таким образом создать для нас проблемы. Это скорее попытка воздействия на гражданских людей, на общественные мнения. Это даже не запугивание, это скорее стремление деморализовать. Деморализовать наших людей. Показать, что, мол, вот вы хотите в НАТО, а мы будем вам мешать, мы войну не будем заканчивать, мы будем продолжать вас атаковать. Вот в чем смысл. Это скорее проявление бессильной злобы, такая, я бы сказал, просто агрессивная, инстинктивная реакция имперской страны, которая не может выиграть войну, поэтому вот таким образом мстит, мстит нашей стране. А вот на Запад они по-другому пытались воздействовать. Перед саммитом была вот эта вся спецоперация с размещением тактического ядерного оружия в Беларуси. Это же специально делалось. Почему Беларусь была выбрана? Если бы это было против Украины направлено, то, слушайте, тогда бы они в Крыму размещали, либо на Донбассе. А это было специально выбрано, вот именно Беларусь, а это Беларусь граничит с Вильнюсом. Слушайте, Вильнюс до белорусской границы, если не ошибаюсь, где-то около 40 километров, может быть чуть больше. Это как от Харькова до российской границы. Примерно такая же история, да. Этому специально угрожали и Литве, и Польше, ну и НАТО. Вот видите, мы размещаем тактическое ядерное оружие. В НАТО это прекрасно поняли. Да, спокойно к этому отнеслись. Поляки даже сделали ответный жест, сказали, ну если вот, мол, Россия и Беларусь размещают на своей территории тактическое ядерное оружие, то Польша тоже хочет иметь такой же ядерный зонтик. Ну не все в НАТО это приветствуют, но тем не менее, это вот как пример. Второе тоже, второй способ воздействия пугали вагнеровцами. И вот эта вся история, я об этом с первых дней говорил, что это очень похоже на ИПСО, на информационно-психологическую спецоперацию. Я не думаю, что это оказало большое влияние на решение саммита в Вильнюсе. Скорее вот США, Германия, они скорее исходили из логики войны. Вот они хотят оставить для себя пространство для маневра, да, они не хотят торопиться с конкретными обещаниями для Украины, потому что не знают, когда и как завершится война. Вот эта логика сработала, а не какие-то страшилки со стороны России. Ну а Россия, знаете, она уже просто на инстинктах действует. Я бы сказал так, это такой уже облезлый медведь, который уже не имеет силы побороть своего противника, но у которого еще остались зубы, клыки, там часть уже потерял, правда, этот медведь, да, но он еще опасность представляет, он еще сохраняет свои агрессивные инстинкты. Да, он уже не может добиться результата, но он пытается еще проявлять агрессию, он пугает. И он, конечно же, сохраняет свою опасность. Поэтому к этому надо относиться с пониманием, и я думаю, что вот главное, что тоже произошло в Вильнюсе, помимо решений на перспективу и вот этих инстинкциональных решений о создании, скажем так, платформы дальнейшего движения Украины в НАТО, это и заявление о новых пакетах оружия для Украины. И вот то, что была заявлена и коалиция обучения украинских летчиков на F-16, 11 стран и новые пакеты поставок оружия, в том числе Франция заявила о дальнобойных ракетах, аналогах британских ракет, которые уже нам были поставлены, новая система ПВО от Германии, вот это важно тоже. И об этом нам говорят наши партнеры, что да, мы поддерживаем перспективу чтенства Украины в НАТО, это будет осуществляться, но чуть позже. А сейчас самое главное – эффективные военные действия против российской агрессии. Спасибо большое за комментарий, хорошего вам дня. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.